кстати вот мы с александром на одной партнерской программе вы ушли от них или еще там ушел а я там пока значит и я хочу сказать что когда я пошел на эту партнерскую программу что произошло у меня вот эти рекомендуют видео мне перестали давать другие каналы вот когда был с ютюбом на их партнерской программе то у меня все время были какие-то подставы там из других каналов люди которые меня смотрели могли кого-то еще там увидеть а сейчас и только меня то есть с одной стороны это увеличивает может быть трафик на моих мне кажется это просто я думаю что очень очень зависит конечно потому что они перестают мне вставлять и они меня перестают вставлять я знаю что у них была такая какая-то система как рекомендации другим вот кто их партнеры ваш трейлер там вставлять как рекламку вначале я говорю про рекомендов видео это очень важная такая фишка во всяком случае значит они меня поубирали из чужих и у меня поубирали чужих а значит я думаю что так уйти обратно от этих партнеров то появится что тебя начинают больше двигать и больше народу появляется очень но там свои плюсы и минусы есть много фишек и фишки все еще и меняются вот например до октября 2014 года партнерская программа нужна была очень сильно чтобы защитить канал блокировок 14 или 15 прошлого года а после октября youtube поменялась система то есть сейчас вообще без разницы либо у тебя есть она либо нет то есть ну а буквально сколько месяца два назад я сейчас сделал новый канал и захотел просто набить юрл youtube.com и название моего канала а google говорит что нет вы так больше не можете сделать если у вас например google плюс страничка называется михаил портнов то вам предлагают спустя месяц и 500 подписчиков взять юрл youtube.com михаил портнов и в конце что-то добавить нужно чтобы разные михаил и портнов имели место под солнцем но я так думаю но если ты например не хочешь от своего имени вот силикон валый бой сейчас кто сделал кому никому ну я имею вось один два три подобное не там только риме фамилия и в конце что-то ну дай бог не знать там смысле я не знаю нужно ли мне открывать там новые каналы у меня кстати есть такой как сказать последователь можно сказать в одном из городов херсонской области украины и женщина она сделала с моего разрешения она сделала там 9 каналов с тем чтобы старые видео поднялись потому что меня обидно что снимались вещи какие-то три года четыре года назад и даже полтора года назад который сегодня уже никто не найдет люди сегодня придут и они смотрят там 100 видео месяц я делаю и они еще этих не посмотрят толком а то что было там полтора два три года назад вообще не увидит поэтому она сделала 9 каналов тематических ну там про школу про путешествия про недвижимость про строительство и значит и вот сейчас туда подгружается значит плейлисты есть ну вот в общем короче вот через эту есть есть плейлисты конечно есть у меня там но плейлистов 30 с лишним штук понимаешь ну вот как бы вот поэтому она взяла то что она считает как бы наиболее такой цены философская тетрадь 100 вот и и там потихонечку и туда выгружает и я с интересом наблюдаю вот допустим количество подписчиков там трафик какой-нибудь там есть или нет или там учет такой но во всяком случае я не могу сказать что как-то взрывного покатилась нет то есть это такой процесс в общем требует времени ну да вот если ты создаешь ролик какой-то с названием с этими словами очень много других роликов очень много людей которые уже налайкали чем больше лайков тем выше ты в поиске а дислайки слайки они слабенько влияют но влияют уже они могут чуть-чуть опустить то есть лайки намного сильнее чем дислайки да и комментарии если люди пишут почему вот я когда-то говорил что там и лайкайте и комментарии пишите еще в избранное нужно добавлять есть плейлист когда под видео нажимаешь добавить вы избранное фейворит это тоже поднимает ролик вверх для других людей я бы сказал так что в тех поисковых как бы ситуациях да когда вы поиск делаете те категории которые меня интересуют я бы сказал что мы там очень хорошо представлены например если вы пойдете на youtube и наберете там иммиграция в сша иммиграция в сша на на 20 тех что там есть моих будет может быть восемь иногда девять иногда и больше зависит от активности с новыми видео но я считаю что мы там просто реально доминируем ну неспроста же а делу потому что видео делаем с одной стороны с другой стороны может быть там нет так много потому что чем меньше конкуренции тем естественно легче ты встаешь туда и чем больше подписчиков тем ты выше тоже тоже влияет слушайте хорошо поэтому подписывайтесь лайкайте там хорошо но меня на самом деле интересует вопрос на который меня нет ответа что заставляет youtube или там стив мотивирует youtube взять твое видео и кому-то поставить вот рекомендовать видео и почем повыше поставить вот это как происходит деньги управляют youtube то есть когда вы люди смотрите чей-то канал и там есть рекламка буквально справа баннер вот этот youtube хочет вам его показать нет справа баннер мы поняли это оплачено а вот вот эти вот 20 штук стоят вот эти вот рекоменды пить и вот они пошли чем больше ты на них тыкаешь тем больше этих других планеров со мной вот эти вот как они их называют эскизы вот если ты на любое другое видео тыкнул там же новая реклама с краешку ты ее можете замечать даже либо на самом видео появилась то есть грубо говоря вы считаете что они заставят то где больше зарабатывается то есть но по каким-то критериям же они это делают я бы с удовольствием попал туда наверх вот я хочу понять как они определяют где они больше заработают но мне для всех кто не знает youtube зарабатывает на всех он берет от доходов 40 процентов себе то есть ему рекламодатели платят не 50 60 блогеру 40 ютюбу от денег которые заплатили я я слышал что когда ты делаешь платный канал вот мне юра мельников рассказывал я не знаю там может быть сейчас изменилось как-то в тот момент когда он только сделал он был очень так и в эксайпенте как вот у нас говорят заинтересовал его механизм но любопытно новинка да и вот он говорит что половину допустим чек подписывается и ты ему говоришь там допустим но ты хочешь что ты посмотрите вот у меня там восемь тысяч подписчиков значит я бы если у меня 10 тысяч из 80 согласны платить доллар в месяц слушай так я уже могу фултайм этим заниматься это будет 10 тысяч есть уже можно же ну а как как бы логически рассуждаю но для человека это не будет доллар вместе это будет 2 потому что один доллар заберет youtube за это за всем почему youtube берет эти деньги потому что если ты хочешь иметь реально платное телевидение вот сам тебе это будет стоить будь здоров конечно вот там и каналы и студийное время там и серверов тратят тоже денег конечно конечно видимо конечно у них есть свой расход но они забирают половину вот на тот момент так что вот здесь еще менталитет встает русские не привыкли платить вообще не за что они качают ну есть же выборы если если ты можешь бесплатно получать что-то почему за за то же самое или за аналог того же самого платить больше но в сша я заметил люди они очень любят арендовать какие-то фильмы вот допустим в россии это было модно там не украсть а именно арендовать да то есть я например когда ходил на хэллоуин хоррор найтс в орландо и там был фильм я не помню какой-то там тематический и мне девушка с ресепшена говорит так ты сходи его арендуй то есть вы имеете ввиду диск взять или вы имеете ввиду в онлайне его взять и то и то но она имела ввиду сходить именно то есть очень много на всех заправках до стоят киосочки ты выбираешь фильм очень интересно для меня вот я помню я маленький ходил в прокат кассет как раздается вот но сейчас очень удобно фильмы все эти покупаются конечно мы обычно вот он демент там берем вот это есть больше того на амазоне я могу сказать у меня есть амазон прайм у меня есть аккаунт сколько это стоит 100 долларов в год значит почему я его имею потому что мы много покупаем на амазоне в частности вот книжки для учебного процесса у меня там на 15 тысяч долларов одних одних книжек в год зарядная доставка там бесплатная доставка но поскольку у меня есть этот прайм то я имею доступ к тысячам тысячам видео фильм фильмом которые просто вот они там всегда я могу еще купить так за три за четыре доллара там что-то недорого все это если что-то отдельно есть но тысячами есть видео которые просто бесплатно включены вот эти 100 долларов но сейчас это все дальше начало которые окупаются на пересылки вот например есть еще netflix хулу и вот в америке вот но что сейчас прайм сделал наверху вел что ты можешь скачать то есть даже торренты не нужны ты скачиваешь на ipod там на какой-нибудь планшет себе и в офлане смотришь спокойно но с сайта какого вас ты скачиваешь с амазона официально хорошо хорошо так вот ты хочешь у меня с нетфликсом когда он только возник это был бум такой вот эти все там считают что это все технологии будущего и я тоже подписался и мы туда смотрели там выбрали фирмы в рентовках и это было удобно тем по почте приходит знаете ты за эти деньги можешь там сколько-то и в неделю там очень классно но только начался но что же он начался и вот он такой был и я хочу сказать из десяти дисков которые присылались из десяти пять шесть или семь смотреть было нельзя в принципе они за качество они были поцарапаны они застревали идет там три минуты боксах и встал и дальше он может там минуту стоять стоять пошел на тяжело начиналось мне даже сказать что тяжело это не сказать ничего это было просто как бы отвратительное отношение к качеству и ко всему на свете значит мы от них отписались и вообще прохлели сюда на свете это потом прошло сколько-то лет и нам сказали что нетфликс другой что это уже совсем не то и это наверное ничего и мы снова подписались и тогда уже можно было там что-то даже в онлайне там грузить намного удобней там и так далее и опять это оказалось очень низкого качества все не сопоставимое с тем что есть альтернативно это было еще сколько-то лет назад для них я не помню не вчера нет мне несколько лет назад и мы мы как-то забили на него уже так чтобы вообще вот так же не знаю несколько попыток которые мы делали все были крайне неудачны вот поэтому сейчас очень много альтернатив очень вот при том что действительно он как бы очень популярен и вот скажем вот вчера что ли позавчера на bloomberg там датком была статья большая про нетфликс что там как то что это круто вообще и так далее я не знаю тебя как пользователь что называется consumer я извиняюсь за это слово excuse my french да вот я как консюмер был абсолютно но я тем более не впечатлен я как я из россии там все западные сериалы их переводят студии которые сами на себя работают благотворительностью я бы сказал заниматься выходит новая серия сериала кое-то lost и все русские которые английский не знают ждут там переводство стрель например это группа людей которые занимаются которые сейчас заблокировали в россии правоохранительные органы и все в итоге скачивали все эти сериалы тоже их не показывали по телевизору давайте мы переключимся на ваших родителей у вас наверное молодые родители раз вы сами такой маленький еще сколько родителей по 40 скажем так ну они смотрят на вас и говорят их говорят они тряхнем стариной сейчас тоже поедем или чё говорят они знают что в америке не знают английского или что я им говорил учите яйца братья сестры есть господи так пройдет пять лет получите вы свое гражданство значит привезете родители они еще будут очень много еще будет 20 лет до пенсии через пять лет там же своя проблема с тем как я сюда приехал я же оппозиция вы будете оппозиция но вы когда станете гражданином сша вы можете воссоединиться с родителями просто как гражданин то есть вам очень не скоро ну пройдет пять числе это что это быстро научились не украдет не успеете какая очередь они придут вам по гостевой визе и в течение шести месяца тут прямо здесь на месте сделаются и джаз между на краю виза могут же не дать потому что я статус поменил они были если вы гражданин сша но это там уже это я при сейчас они то про сейчас им может быть и не очень дадут а у них нет ну может быть сейчас и не надо если они не хотят повторить ваш путь вот а когда будете гражданином прекрасного их сама конвертируете хотя законы могут поменяться я надеюсь что реформа иммиграционная которая же два года значит там под тормозами там не знаю на при придавленная может на к этому времени как тоже выскочит снова президента новый президент это еще полтора года и сразу после выборов нового президента ему еще столько дел со всеми рассчитаться так что друзья я думаю что мы с молодым человеком с учетом недосыпа сколько спал я проехал вчера где-то 1200 километров и и поспал часа три и к нам я на парковке деньги деньги я настолько уже устал он спал на парковке маленьком фиатике с утра он открывает глаза продирает и видит в окно олю жену господина хвостовича который может быть даже и не посмотрела кто там спит в этом фиатике я уже проснулся да я уже помыл машин да а оля она значит уезжала тут немножко по своим делам на родину и вот сейчас вернулась доучивается и скоро мы из нее сделаем помощника господину хвостовичу пусть трудится и зарабатывает американские бабульки зелененькие не потому что им там денег мало хотя наверное хочется больше а просто чтобы чувствовать себя таким членом общества адаптированным вы хотите чувствовать себя адаптированным членом общества ну друзья на этом мы тогда с вами попрощаемся и до новых встреч пока пока